Сотрудники ЧАЭС продолжают активно проводить рейдовые мероприятия во время отопительного сезона. К примеру, в Кустанайском районе, собственно, как и в других регионах области, спасатели помогают социально уязвимым слоям населения чистить дымоходы и устанавливают датчики угарного газа. Подробности в нашем следующем материале. В отопительный сезон спасатели на постоянной основе проводят профилактические рейды. В этот раз сотрудники ЧАЭС посетили дома жителей села Новоселовка Кустанайского района. Особое внимание многодетным семьям и пенсионерам. Проверяют исправность отопительной печи и дают рекомендации. Частая причина отравления угарным газом и возникновения пожара – это именно печь. Нарушение правил пожарной опасности печи. А именно здесь, на данный момент, у вас при беглом осмотре можно увидеть уже нарушение. Это, во-первых, получается складирование горючих веществ, топлива, получается, рядом с печью. То есть это опасно, может возникнуть возгорание. Соответственно, различного рода обувь у вас есть, ветоши, они тоже синтетического материала сделаны. Она в случае тления и возгорания она будет выделять угарный газ и может произойти отравление. Также, получается, угарный газ, знаете, что такое? Угарный газ – это такое, получается, вещество, которое у него нет ни запаха, ни цвета, ни вы его не видите, не чувствуете, но достаточно двух глотков воздуха. Взрослому человеку он уже теряет сознание, ребенку еще меньше. Соответственно, также у вас одно из нарушений, я вижу, получается, у вас нет притопочного листа. Нет. Он должен быть размерами 50 на 70, прямоугольной формы, из металла сделан. Для чего? Для того, чтобы, когда вы будете очищать свою печь, чтобы какие-то угли, либо еще оставшиеся тлеющие, так скажем, вещества, они падая, не поджигали, не зажигали ваш пол, пол у вас деревянный. Айгири Мещанова – многодетная мать, поэтому ей регулярно приходится следить не только за состоянием печи, но и дымохода. В этот раз спасатели помогли вновь очистить его, а также установили в доме датчик. При выделении угарного газа система даст сигнал. На сегодня это один из основных способов, который поможет защитить себя и домочадцев от непоправимых последствий, говорят специалисты. Сегодня нас посетили сотрудники ЧАЭС, все проверили. Хочу сказать им огромное спасибо. Соблюдать правила безопасности во время отопительного сезона очень важно, особенно если дома есть маленькие дети. Информационно-разъяснительные работы сотрудники ЧАЭС во время рейдов стараются охватить все категории граждан, как молодежь, так и представителей старшего поколения. Частая причина гибели людей, травмирования людей, это вот именно отравление угарным газом. Особое внимание уделите. Дети дома есть? Нет. Взрослые? Ну, за обедом, за ужином покажите, вот агитационный материал обсудите, почитайте, обязательно изучите. Печка очень новая у нас, два года стоит. Еще не чистили, но соблюдаем, конечно. Денежи маленьких нету, все взрослые. Соблюдаем технику безопасности. Мы с отдела ЧАЭС Кустанайского района, также совместно с департаментом ЧАЭС Кустанайской области, также с Акиматом Залесиного сельского округа проводим рейдовые профилактические мероприятия, обход жилых домов, разъясняем людям правила пожарной безопасности, чтобы вы соблюдали, просим вас настоятельно, также раздаем памятки. У вас же печное, это преневерно. Дымоход чистите? Когда последний раз чистили? Сами, да? Все нормально, никаких нареканий у вас нету? Нет. Нет. Спасибо, что пришли к нам. Я считаю, что это очень важно. Особенно во время отопительного сезона, что вы на постоянной основе проверяете дома наших сельчан. Не оставляйте без внимания. Дымоход мы чистим сами. Исправность печи проверяем регулярно. Маленьких детей дома нет. С начала отопительного периода в жилом секторе области зарегистрировано 139 пожаров, в ходе которых погибло 9 человек. Основными причинами остаются нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, неосторожное обращение с огнем и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова